Моет пол, очищает и даже дезинфицирует воздух. Речь о пылесосе. Сегодня расскажем, как из внушительного ассортимента выбрать подходящий вариант для дома. Первым делом определитесь, зачем вам нужен пылесос. С полноценной уборкой лучше справятся классические модели со шлангом. А поддерживать чистоту помогут роботы-пылесосы. Вертикальные пылесосы, они удобны тем, что сильно нагибаться не надо. Вот если пожилой человек, удобно, ручка сделана высоко. Мы взяли, повели пылесос, и он будет собирать мусор. Единственный минус, то, что у него контейнер меньше, чем у обычных бытовых пылесосов. Иногда и мощности более слабые идут. Бытовые пылесосы разделяют для влажной и сухой уборки. Последние имеют модели с контейнером или мешком. Такой вариант прост в использовании. Из минусов ограничена длина шнура, а мощность всасывания падает по мере наполнения мешка. Не у всех пылесосов, но у некоторых, идет дополнительный контейнер, который устанавливается между шлангом и трубкой. Устанавливается хепофильтр для того, чтобы очищался воздух. Если в семье есть маленькие дети или аллергики, то лучше приобрести пылесос с аквафильтром. Он смачивает и запирает пыль внутри, а также увлажняет воздух. Что касается моющих пылесосов, то они скорее подходят для больших площадей. Уход за прибором занимает много времени. Перед покупкой изучите технические характеристики. На корпусе зачастую пишут мощность потребления электроэнергии. Но на эффективность пылесоса влияет мощность всасывания. Она редко превышает 600 ватт. Бывают попроще. У них тогда идет либо две пластиковые трубки, которые соединяются между собой, шланг, насадка полковер, ну и насадка дополнительная для щелей, для мебели может также быть. Более брендовая они уже там добавляют, к примеру, турбощетка для сбора шерсти домашних животных. Перед покупкой обязательно включите пылесос и проверьте уровень шума. Оптимальный вариант – 70 дБ. Обратите внимание на габариты прибора. В небольшой квартире сложно найти место для хранения громоздкой техники. Качественных и безопасных покупок. Продолжение следует...